МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О сроках выполнения и качестве работ сегодня говорили на совещании с представителями подрядных организаций в администрации. По поручению главы муниципалитета провел его заместитель Андрей Севрюгин. Ремонт дорог проводит шесть подрядных организаций. На Театральной, Селецкой сейчас завершаются работы. Там устанавливают бортовой камень, тротуары доделаны. На бульваре 65 лет победы и улицы Гайдара сейчас снимают старое покрытие, готовят проезжей части под асфальтирование. По улице Карломаркса-Буденного ведутся работы по выемке грунта от сутки песка. По улице Крупской и улице Весенней ведутся работы по выемке грунта. Срок окончания всех работ по плану до 15 октября. Полным ходом идет ремонт на лучевой Первомайской. На Весенней сейчас отсыпают щебнем, укладывают бортовой камень. Вот эта дорога, она очень важна для города. Мы соединяем две части, будем запускать там автобусные движения. И все ждем ее. Капремонт нескольких дорог ведется и в Оболенске, в деревне Рыблова. Там подрядчик должен завершить работы до конца октября. Новые парковки появляются на пяти улицах. Отставания от графика нет. Завершаются работы на последней, в Калужском переулке. Особое внимание на освещание обратили на ремонт дворовых территорий. На московском шоссе подрядчик не может завершить работы из-за задержек поставки малых архитектурных форм. На улице Красный Тексильщик, 19, улица Комсомольская, дом 2, троп 9, улица Ворошила, 146, улица Новая, 18. Ведутся работы по установке МАФ. Не приступили к установке МАФ на одной дворовой территории. Это бригадная, дом 4,8. Также у нас задержка из-за поставщика ООДИКО. Во дворах на Чернышевского Большой профсоюзной осталось на территории детских площадок уложить резиновое покрытие. В Оболенске полностью отремонтирован пока только один двор. Выполнение программы «Светлый город» проводится в четырех территориальных отделах – Липецком, Калиновском, Донковском и Дашковском. Учреждения образования ремонтируются согласно графику. В 11-й школе заменили кровлю, привели в надлежащий вид коридоры, ранее пострадавшие от залития. В лице и Серпухов тоже завершены работы по ремонту кровли. В школе номер 2 проводился частичный ремонт пути эвакуации. На сегодняшний момент завершены полностью работы по укладке плитки, затирки, проводится работа по устранению недочетов. Осталось установить три противопожарные двери. Работы должны быть подрядчикам полностью завершены по состоянию на понедельник. Завершается капремонт и в дополнительном здании школы номер 3. Там уже собирают мебель. Учебный процесс зданий должен начаться с октября. Возникли некоторые технические трудности по ремонту подрядной организации в 31-м детском садике и 39-м. В ближайшее время они будут устранены и строители зайдут на объекты. 134 ребенка и у каждого непростая история. Но благодаря новой семье в их жизни появились на первый взгляд банальные вещи – радость, счастье и доброта. Семейный городок в деревне Рай-Семеновска отметил свой первый пятилетний юбилей. Социальная деревня для приемных семей была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На праздники побывала и наша съемочная группа. Такая любовь к собаке у Саши не случайна. Она мечтает стать кинологом. В приемную семью девочка попала три года назад. О тех событиях, которые были до, старается не вспоминать. Увлекается танцами, вокалом и даже столярным мастерством. Но больше всего любит проводить время со своей новой семьей. Папа шутливая, смешной, мама добрая, красивая, умная. Я очень хорошо с сестрами общаюсь, с братьями. Вместе с Сашей в семье Тишковых воспитывается еще четыре ребенка. Самой младшей – 10 лет, самому старшему – 17. Чтобы все было по-честному, родители разработали график дежурств по уборке дома и создали специальные правила. В каждом доме есть свои правила. В нашем доме также есть правила, которые мы издали в виде нашего плаката. Милости просим. Первое правило – любить друг друга, высоко держать голову, уважать друг друга, всегда говорить правду. Дружной семьей вместе пьют чай, рассказывают смешные истории и принимают гостей. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посещает Тишковых уже не первый раз. Отмечая, для детей это уникальный опыт выстраивания семейных взаимоотношений. Но самое главное даже не в доме и в стенах. А самое главное, что здесь подобраны приемные родители специально, которые готовы работать с разными детьми. С детьми, у которых есть особенности здоровья, с детьми, у которых сложная была судьба. Родители, которые готовы принять их, пройти с ними путь, вырастить их и выпустить в эту большую жизнь. При этом наделив их вот этими самыми лучшими, наверное, качествами. В семейных городок уникальный и единственный подобный проект в Подмосковье. Он был создан пять лет назад по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На деньги спонсоров в деревне Росеменовская построили 17 коттеджей. Для проживания в них органы опеки отбирали тщательно семьи. Ведь задача мам и пап не только воспитывать детей, но еще и помочь социализироваться ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Было принято решение, что будет проходить отбор семей со всей Московской области. Для нас было важным, чтобы это были полные семьи, то есть, чтобы было и мама, и папа. Конечно, семьи, которые имеют опыт, положительный опыт воспитания приемных детей. Сегодня в семейном городке проживает 17 семей. В них воспитывается 134 ребенка, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. В честь первого юбилея социальной деревне устроили настоящее торжество. Мастер-классы, концерты, конкурсы, песни, поздравления и, конечно же, торт. Торт в студии! Поздравила многодетные семьи с юбилеем и заместитель главы администрации городского округа Серпухов Ольга Сидоркина. У нас сейчас на территории городского округа нет детского дома, что у всех детей, ну, из нашего ли города или из каких-то других городов у нас разбирают наши приемные семьи. И дети воспитываются в любви, в семье, а это самое главное для ребенка, когда их окружают рядом любящие родители. За эти пять лет произошло немало событий. Кто-то пришел в новый дом, кто-то, наоборот, вырос и ушел во взрослый мир. Но то, что в этих семнадцати семьях, особенно и дети с непростыми историями за плечами, теперь растут во взаимопонимании, радости и счастье, говорит о том, что все было сделано не зря. Большой успех маленьких людей. Дети сотрудников аварийно-спасательной службы «Юпитер» победили в областном творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей». Они стали первыми в номинации 112 историй. Вот он видеоролик, который был снят с участием юных спасателей. В нем они рассказали правила пользования номером экстренной помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни человеку. Если вы заблудились в лесу, или случился пожар, или произошло преступление, если кому-то нужна медицинская помощь в любой ситуации, Звони по номеру 112. Сегодня все серпуховские ребята вышли на сцену, чтобы получить заслуженные дипломы и подарки. Им аплодирует весь зал. Первое место в номинации 112 историй занимает Кристина Тимошенко. Пожалуйста, на сцену. Суфья Батаргина. Эвелина Белягина. Максим Кравченко. Видеоролик «Служба 112 серпухов глазами детей». С огромным чувством благодарности хочется обратиться к сотрудникам, которые приняли непосредственное участие и подготавливали данное мероприятие. Также чувство глубокой благодарности хочется выразить к сотрудникам УТЛ Серпухова, которые высокопрофессионально сняли данный ролик, который и занял первое место. Конкурс проводился по инициативе регионального центра вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и при поддержке правительства Московской области. Его цель – разъяснение важности деятельности системы 112 и повышение ее узнаваемости среди детей и молодежи. В конкурсе приняли участие десятки творческих работ, рисунки, графические работы, созданные в традиционной технике или с помощью компьютерных программ, различные игры и головоломки на тему безопасности. Представители Совета ветеранов, педагоги и старший научный сотрудник Серпуховского историко-художественного музея сегодня организовали комиссионный выезд по школьным музеям. Им предстоит определить победителя осмотра конкурса, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В смотре конкурса школьных музеев участвует 11 образовательных учреждений. Гидами выступают старшеклассники. Они проводят экскурсии и открытые уроки для ребят помладше, как из своей, так и из других школ города. В прошлом году мне предложили провести урок для пятых классов на тему Великой Отечественной войны. Я согласилась, и мне это очень понравилось, и вот с того года я начала проводить для детей уроки. У меня есть экспонат, который мне просто нравится больше всех. Это вот эта вот газета «Правда», она оригинал газеты 9 мая 45-го года. Педагоги, ответственные за работу музеев, часто слышат от детей вопрос, как долго в нашей стране будут отмечать День Победы. Отвечают, что память должна жить всегда. Впервые попадая в наш музей, ребята впадают в ступор, потому что обстановка наша уникальна, нашего музея уникальна. В своей экскурсии мы с ребятами-активистами музея начинаем со слов, что вы, ребята, последние поколения, которые могут увидеть живыми участниками Великой Отечественной войны. Для ветеранов очень важно, чтобы их внуки и правнуки знали правду о Великой Отечественной войне, чтили подвиг бойцов Красной Армии. Конечно, нам составляет большое удовольствие посетить сегодня все школы нашего города и городского округа. Это все связано с 75-летием разгрома немецко-фашистской агрессии против Советского Союза. 27 сентября члены комиссии должны сделать непростой выбор и определить победителей муниципального этапа смотра конкурса школьных музеев. Каждый музей, он все равно имеет свое определенное лицо, определенную направленность. Вы знаете, вот для меня самое главное, чтобы музей не был вот таким ритуальной, такой комнатой, где вот приходят гости и говорят, а у нас есть музей, пойдемте. Нет, чтобы музей был живым организмом, чтобы там пополнялись экспозиции. Победители представят наш городской округ на областном этапе конкурса. Три лучших музея Московской области будут защищать честь Подмосковья уже на общероссийском уровне. Дома и стены помогают. Школьное лесничество «Друг природы» из Донковской средней общеобразовательной школы стало победителем седьмого областного слета школьных лесничеств. Тему продолжит Илья Сиразов. Три дня юные защитники леса боролись за звание лучшей команды среди школьных лесничеств. Мальчишки и девчонки и себя показали, и продемонстрировали свои навыки по охране лесов от пожаров, передвижению по лесу и оказанию первой медицинской помощи. С большим интересом любопытства следил за ходом конкурса. Мне каждый день рассказывали, что происходит. И должен отметить, что каждый год конкурс проходит все более организованно, выпоказывает все более высокие, хорошие результаты и знания, и мы этому безмерно счастливы. Серпухов впервые принял у себя участников подобного соревнования. В актовом зале оздоровительного комплекса «Лужки» подвели итоги слета. На сцене выступили творческие коллективы городского округа и почетные гости мероприятия. Из их рук команды получили свои заслуженные награды. Мы были настоящей командой, работали слаженно, все было хорошо. Хотелось бы работать на пользу лесу. Помимо командных наград участники получили личные за счет регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Ее получила Александра Жогина, представляющая Коробовский лицей шатурского филиала «Мособл леса». А лучшим коллективом стали хозяева слета конкурса – команда школьного лесничества «Друг природы». Победителям вручили грамоты и кубок. В Раменском прошел Всероссийский детский турнир по плаванию кубок «Золотого кольца». На соревнования приехали более 800 атлетов со всей страны. Стерпухов представляли 8 спортсменов спортивной школы «Звезда». Лучше всех себя проявил Никита Кулев. Подопечный тренера Марины Калошиной завоевал две золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине. 12-летнего спортсмена наградили сертификатами на приобретение спортивной формы. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»